Недавно приехали мы из Татарстана, это братская республика, отделенная от нас Башкирией. И что-то в моей голове перевернуло. Дело в том, что кризиса я там не увидел. Вообще нигде кризиса нет, кроме Магнитогорска. Магнитогорск еще и называют Мухозапердянском, Мухосранском, Блевотогорском. Но это потому, что люди не любят этот город. А еще я бы назвал этот город Барзатогорск. Потому что здесь какие-то цены абсолютно космические, абсолютно нереальные. И в этих нереальных ценах мы еще живем. И тут плачутся нам, что на комбинате урезают зарплату на 20%. Да я бы на 50% урезал. Потому что, господа, вы тратить деньги не умеете. Вот да, у меня тоже доходы упали в 4 раза по сравнению с докризисным уровнем. Но жить я стал лучше. То есть я питаюсь дома, я готовлю дома, я делаю ремонт в конце концов. Представляете, в 3-комнатной квартире. Потому что голову начал включать и не покупать вещи за сверх дорого. Сегодня здесь и сейчас, ну, торговый ряды на автомобилистов. Это место, где вы покупаете все задешево. И особо интересен вот этот павильон, твой дом. Сегодня мы покажем, как вам реально можно экономить деньги. Или заработать их. И если вам стало до боли обидно, то вы все-таки патриот родного города. Если я прочитал ваши мысли вслух, то вы из той когорты бизнесменов и руководятлов, коих лучше попросить из города. Вам здесь не место. Да, у нас нет истории. Да, мы дети спецпереселенцев. Но мы не быдло. Хотя из нас его стараются сделать всеми возможными способами. Конечно, других программ до обидного мало на местном телевидении. На общероссийском их нет вообще. Но постараемся вместе жизнь свою упростить, удешевить. И думается, напрягаться придется меньше. К ней готовиться. И тогда все будет нормально. И можно будет в Турцию ездить и везде отдыхать. Для этого достаточно не тратить бешеное количество денег. Вот, к примеру, у вас зарплата 1000 долларов афишированная. И вы 20 тысяч рублей тратите на еду. И еще там на ипотеку. И что остается? Ничего не остается. Так потому что вы на еду тратите слишком много. Вот, к примеру, простой способ заработать денег. Здесь оптовые базы везде. Берете селедочку, 27 килограмм, убьете ее, пол. И вот уже к килограмму селедки из брикета прилепляется 10 рублей. Нормальный бизнес, да? То есть, ну, проживете килограмм, 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 100 рублей в день можно заработать. Другой вариант. Вы эту селедочку в холодильнике размораживаете, потом солите. И вы уже на килограмме селедки заработали 50 рублей. То есть, посолили просто. Это делается элементарно. Да, и еще есть вариант заработать в 3, может, в 4 раза больше. Вот такая коптильня. Берете ту самую селедочку, посолили ее, сюда положили 20 минут. Просто на мангал поставили. Здесь коптильню купили за 500 рублей. Ну вот, и килограмм селедочки уже стоит 190 рублей. А представляете, скумбрия. Там она вообще какие-то космические денег стоит. Да, и семга. Все это делается за 20 минут. Ставите коптильню на мангал, и все. Я не самый умный человек. И тоже совершаю ошибки. Вот в чистом поле. Зашли в такой магазин, типа нашего, где все за 350 рублей. Я себе купил сковородочку чуть больше, правда. За 350 рублей. Кукмара. Татарское производство. Так вот, здесь, в Магнитогорске, в павильоне твой дом, тогда, между прочим, на 150 рублей дешевле. Есть повод задуматься и приехать сюда. Теперь, при всем моем уважении, к цептору. Я вам скажу, что цептор это просто скороварка, которая стоит почти 1000 долларов. Вот, нормальный горшок. В котором варили все для семьи в России на протяжении последних двух тысяч лет. Цена вопроса 392 рубля. При этом узкое дно прогревается быстрее. И вот это настоящее творение искусства. Инженерные мысли. При этом, ну, вы цену поняли, да? То есть, вот это мой сиротский размер. На много-много черпаков. Ну, и, естественно, здесь также много всяких других приспособлений для самого вкусного плова на свете. При этом все это достаточно дешево. А ширпотреб-то никогда и не стоил дорого. Вы что, серьезно думаете, что ножи и вилки на Западе стоят 100 долларов? Ну, 20. Это самый навороченный вариант. Ну, что это мы все в долларах, мы же в рублях. Давайте. В Советском Союзе были такие анекдотичные ситуации. Ну, уже май месяц на улице, а ты еще елочку не вынес. Вот. И, мало того, самый известный секс-символ, опять же, Советского Союза – это снегурочка. Именно поэтому я хочу снегурочку. Да нет, я шучу. Я в том, что у меня и супруга красивая, да, и сын отличный. Но вот скоро все-таки Новый год. И, наверняка, я тоже забуду вытащить эту елочку, потому что хочу сэкономить национальное достояние, лес. Поэтому искусственные ели – это в тему. И, кстати, тысячу мелочей, почему я так вот сравниваю с магазином «Твой дом», который вот здесь располагается на торговых видах на автомобиле, потому что мне всегда хотелось рассказать вам что-нибудь полезное. Но тысячи мелочей сейчас нет. Все бытовые магазины подчекрыжили, сделали кафешки там и все остальное. И если даже что-то есть в центре города, то денег стоит немаленьких. А вот здесь постоянно держат руку на пульсе. И в преддверии Нового года здесь завезли вот эти самые елочки. И большое количество детских и взрослых новогодних игрушек. Кстати, сколько стоит эта штучка? Такой веселый колпак всего 60 рублей. То есть вот здесь можно вашего ребенка подготовить и к новогоднему балу. И это очень легко. Кстати, если отчекрыжить два нуля от сегодняшних цен, то в принципе вернемся в то время, когда колбаса стоила 2,20, бензин 25 копеек, а вот водка-то реально никогда рубль не стоила. И средняя зарплата это 120 рублей. Вернуть бы только достойное образование, бесплатную медицину, а также комуслуги, которые никогда полпенсии и зарплаты не съедали. А так, по сути, ничего не изменилось. Вот только стало доступным все. Помните, вот раньше был такой магазин «Тысяча мелочей»? Да. А сейчас его перепрофилировали, разрезали, и вот «Тысяча мелочей» где сейчас найти можно? Ну, конечно, здесь. Вот сейчас «Тысяча мелочей» здесь вот на торговых рядах на автомобилистов, в магазине «Твой дом» это недорого? Я считаю, что нет. В городе гораздо дороже все. То есть есть смысл сюда приехать, да? Конечно. Мелочи, которые, мне кажется, помогут для дома, создать уют в первую очередь. Мелочи просто отличные, их очень много. Вот, мне кажется, каждому нужно стоит прийти в этот магазин и купить обязательно, сделать покупку в первую очередь. Потому что здесь можно приобрести все, просто все. Я так понимаю, своя капусточка вкуснее будет? Конечно. Ну да, купили, хотим попробовать. То есть для ребенка завели, начали считать деньги, да, я так понимаю? Раньше пельмени вот эти непонятные были, а сейчас надо... У нас трое детей вообще. Уже трое детей? Ух, красиво. Как трое детей воспитывать сейчас? Тяжело? Ну, как сказать. Вот приходится запасаться на зиму. То есть есть вариант, который, да, вот вернувшись на старые круги, ну, то есть вернувшись в то время, когда мы сами вот такими были, да, то есть можно так же жить спокойно? Конечно. У нас тоже много братьев и сестер. Ну, я так понимаю, вы третий ребенок, и у вас скоро будет еще и, наверное, участок, да, обещанный президентом? Ну да, надеемся, по крайней мере. И домашний утверг где будете брать? Мы здесь всегда отвариваемся. Домашнее хозяйство – это такая загадочная штука, что в ней всегда чего-то не хватает. При этом, если вы хотите штору найти, ну, непрофильное, допустим, вот надо срочно вынь-то положим, то вот только сюда, пожалуй, надо приехать, на торговую ряды, на автомобилист, на магазин «Твой дом». Потому что здесь есть практически все мелочи жизни. То есть, ну, подумайте и что-то представьте, здесь это найдете. Дело в том, что у меня прям глаза теряются. Я вот цены здесь смотрю и понимаю, что с 1000 рублей, зайдя сюда, я буду, ну, в общем, себя чувствовать очень комфортно. Не то, что, допустим, в гипермаркетах, я там даже на 3000 рублей себе ничего не могу найти. Здесь же вот, вот, прям вот тут лежит просто, вот очень актуальная щетка для машины. 55 рублей, Дэн, тоже рекомендую. Вот, у меня сын растет вместе со мной, а вот эта сидушка для ванны была бы актуальна. Здесь еще присоски есть. То есть, представляете, да, ребенок никуда не вывалится. В общем, что говорить, приезжайте сюда, даже если чего-то не хватит, из широчайшего ассортимента вам это привезут. Так что, умея жить разумно, на жизни, оказывается, можно и не экономить. Генетическая память Магнитогорска, как города щедрого и хлебосольного, тогда вернется, и мы будем улыбаться друг другу и любить всех по-соседски. У нас сейчас есть в разы больше, чем это было у наших предков. И выбор есть, и низкие цены. Ну, а логичный выбор – это улица Вокзальная, точнее, автомобилистов, торговые ряды одноименные и магазин «Твой дом». Продолжение следует...